Приветствую всех любознательных! Сегодня в моем меню самые различные индикаторы, которые я рекомендую применять для проверки как наличия динамичной статики, так и ее уровня, а также других сопутствующих излучений. Естественно, это видео предназначено для тех, кто уже в курсе, что такое вихревая медицина и, конечно, смотрел мои предыдущие ролики по этой теме. В первую очередь я покажу работоспособность всех возможных вариантов индикаторов на мною разработанном вихревом излучателе. Я уже делал презентацию этой новейшей конструкции и перед вами самый последний образец, который оказался самым мощным и результативным. Но все подробности об этом и других разработках будут в ближайших выпусках. На сегодня существует тресненных типов индикаторов. Это светодиодные, неоновые и газоразрядные. Но ослографы и тестеры сюда не входят. Светодиодные из-за простоты изготовления и применения датчиков самые массовые. Но у них есть большой недостаток. Все известные индикаторы на светодиодах показывают наличие не электростатической напряженности, а паразитной для вихревой медицины радиоизлучения. Нас же в первую очередь интересует статикам. И в этом я вам покажу, как увидеть статику при помощи светодиодов. Вторые по значимости индикаторы это неонки. Вот они показывают саму статику и к радиоизлучению отношения не имеют. Но у них довольно низкая чувствительность и в слабых катушках при их помощи сложно делать замеры. Хотя с моим излучателем светится абсолютно все. Третий вид индикаторов это эллиминесцентные. В основном применяется в исследовательских целях. И именно в этом они удобны в использовании. Значит в первую очередь я покажу на своем вихревом излучателе. Так как на нем достаточно ярко все будет видно. Потом немножко наверное затронем вот эти катушки. Если не сильно затяну с этим обзором. Значит все по порядку. Включаю систему. Вот видно что индикаторы зажглись. То есть статика уже здесь идет. Да, хочу подчеркнуть что вот именно здесь. Именно чистая статика. Радиоизлучения здесь практически нет. Они вот здесь сконцентрированы. В основном вот вокруг этой катушки. И сейчас мы посмотрим как это получается. Вот берем мои самые чувствительные индикаторы. Сиродиодные. Вы их не раз уже видели. И вот можем посмотреть. Я наверное сделаю свет поменьшим. Чтобы было более ярко все видно. И вот радиоизлучение. С моим очень чувствительным датчиком. Это довольно чувствительный датчик. Обычно все уже здесь прекращают. Показывают. Этот еще чувствительнее. Как видите он даже вот тут уже светится еще. Но тут радиоизлучение практически уже минимальное. А вот здесь сами видите какое. Это индикаторы на ферритовых стержнях. Ну как его собирать. Если у вас есть какой-то старый приемник заброшенный. С длинными средними волнами. То вот там такие ферритовые стержни находятся. Это 8 обычных миллиметров в диаметре. Ну и длиной они будут и больше и меньше. Как какие. Вот это прямо было взят. Именно со старых радиоприемников. Причем каркасы. Вот здесь вот. С длинного и средних волн. Но я перемотал. Потому что надо витков побольше. С длинными волнами в принципе подходит один к одному. А вот со средними волнами надо докручивать витки. Желательно. Ну и соответственно туда диоды впаиваются. Которые идут встречно. Ну вот здесь вот как обычно стандарт два диода встречных. Здесь же три по два. Последовательно. То есть два, два, два встречно параллельно. И между собой они последовательно. Это что касается ферритов. Можете применять абсолютно любой феррит. Вот например. Как катушка ферритовая. Ну единственное желание то что вот здесь вот сбивается одна сторона. Оставляется только центр и вот этот край. И вот эта катушечка тоже может работать. Но сами видите. Показывает она не сильно. Вот прямо с кусочков любых. Вот взял кусок опять же восьмерочки. Ферритовые. И вот пожалуйста. Желательно секционно мотать. Вот как на длинных волнах. Самое идеальное. Вот здесь секция. Например пять секций. И вот по этим секциям примерно так и мотать. Ну по крайней мере чувствительность повышается. Мотается. Если вот примерно таких размеров брать. Ну например там пять-десять сантиметров. Длина стержня. То где-то мотается 250-300 витков. Провод 0.1 лакирован. Толще абсолютно не надо. Даже можно 0.05-0.07. Но с ними немножко сложновато возиться. Рвутся очень быстро. Можно например намотать прямо вот. Вот к примеру я так подсобрал. Вот даже. Вот пожалуйста. Шеобразный сердечник. Обломали его. Прямо на него накрутили. Витков 200-300. И все. И вот у вас готовый индикатор. Вот как этот. Тоже. С какого-то дросселя. Вот можно такие. Прямо на входе дросселя стоят. Вот к примеру. Берете сейчас. Сейчас же аппаратуры бросовой хватает. Берете вот. Любой блок питания. Вот стоит и дроссель тут входной. И трансформатор. И вот тут катушки вот есть. Вот тут три катушечки. Подобно вот этим. Вот на них часто делают. Берут всякие светодиодики. С аппаратуры вытаскивают. БУшные. Тоже бросовые. И вот делают. Но они имеют очень малую чувствительность. Совсем близко надо катушки подводить. И естественно обязательно надо всегда ставить два диода встречном. Вот например вариант. Вот такой. Или такое. Все очень близко получается. Но вот эти все собраны на ферритах. Они работают чисто на радиоизлучение. То есть то что нам нежелательное. Но оно присутствует в любой катушке. Поэтому когда мы смотрим что у нас вроде как мощность большая на самом деле это мощность радиоизлучения. А уже про статическое по статическому излучению это мы сейчас будем говорить по другому. Вот даже можно опять же вот есть такие лампочки вот это на 220 с простейшим драйвером тут буквально выпрямитель конденсатор резистор все простейший вот и здесь смотрим он не реагирует а здесь пожалуйста реагирует вот эти светодиодные лампочки они чем хороши они именно работают на статику то есть здесь нету никаких контуров никаких катушек ничего но этого достаточно статического поля ну правда вот здесь вот видите вот оно еле-еле светит а на катушках всяких левых там типа намотанных на виду и паре и вообще не на понятно на каком проводе это светиться конечно не будет здесь подходят только вот такие индикаторы и то они самые лучшие вот поэтому даже можно брать от старых телевизионных разверток там хватает всяких брасилёчков главное чтобы был сердечник они даже могут подходить прямо один к одному бывает часто нужно перематывать вот пример у меня тоже просто светодиоды прицепил и вот тебе индикатор по крайней мере ими пользоваться можно спокойно и видеть наличие включенная катушка или не включенная конечно вот эти хороши тем что вы можете даже фокусы на них показывать то есть берёте например плоскую катушку ну или даже бублик то есть то цепляете сзади к спине и а здесь с этой стороны к животу и будет живот светиться такие фокусы вот можете например такой дроссель взять обломали ему сам феррит оставили вот эту плоскость прямо на неё намотали там 200-300 витков всё вот готовы можете попробовать использовать но обязательно надо ломать то есть катушечку можно использовать но у-образное оно не должно быть ни ше-образное ни о-образное то есть замкнутого не должно быть феррита должен быть просто кусок то есть это всё отбивается остается звукосердечник он даже от чего-то отбился кусок феррита кривой косой какое не имеет значения тоже намотали и он у вас будет работать по крайней мере сантиметров 10-15 даже на хороших катушках он будет брать вот как я вам показал на куске тоже отросоматор или дроссель теперь есть бесферритовые варианты это вот такие вот там просто пучок вот такого провода типа ну здесь другой ну он может лакированный быть витков может быть хоть несколько но это не желательно желательнее всего конечно мотать чтобы было там витков если на таком диаметре вот примерно как и катушка то где-то 100-120-150 витков вот у меня вариант намотан 0.1 провод видите тут почти не видно взяты светодиоды пары 4 штуки парными всего получается 12 вольт 12 вольт фактически последовательно соединенные и параллельно встречные и вот они вот пожалуйста горят они довольно и именно они без сердечников ферритов них нету то есть это чистая катушка и вот они опять же только работают на радиоизлучение вот смотрим то есть на статику они так не работают видите но если прикоснуться к светодиоду или вот к проводнику между светодиодами это начинает светиться статик вот как можно определять вот до этого надо или до светодиода отрадиваться и приближать или вот провод который их соединяет у меня другой вариант есть то есть вот это взято уже светодиоды с ленты вот эти ленты 5730 тут светодиоды 12 вольтовые вот секцию две секции вырезал по 12 соединил их одну так другую так встречно опять же и вот здесь где-то ну тут диаметр побольше чем здесь поэтому где-то здесь витков 80-90 вот здесь где-то 120-150 и вот получается вот такая вот конструкция вот у кого ладони потоньше можете даже одеть у меня это не одевается но можете одеть и вот так вот в виде индикатора ходить вот видите оно светится довольно таки вот фактически сантиметров 15 ну это на моем опять же если его смотреть ну видите как его можно надеть нацепить вот получается 3 по 2 6 светодиодов видите какая яркость фактически фонарик то есть они сейчас светят практически полный накал мы еще к этому вернемся на счет вот и для того чтобы они светили по статике достаточно дотронуться до шлейфа но эти шлейфы они изолированы поэтому мы трагиваемся фактически не до шлейфа а просто к нему как емкость и вот получается вот вот сейчас эти светодиоды горят именно от статики мы можем так определять статику но излучение должно быть естественно достаточно мощным это вот на моем излучателе очень хорошо искать так а на обычной катушке конечно это будет не очень но они тоже светятся простейшее я же говорю что вот это может быть но не надо брать толстый провод он очень сильно влияет на саму катушку и если у вас автогенератор он сбивает сильно частоту может вообще сбить генератор а если у вас на генераторе то естественно плывет частота резонанс поэтому надо брать провод потоньше так как здесь не ток а напряжение дальше берем индикаторы неоновые ну вот они светятся тоже вот здесь фактически они никуда не подключены вот как здесь вот и здесь и здесь они никуда вообще не подключены просто неонка лежит на самом шлейфе вот и достаточно вот этих проводков чтобы она светилась вот ну или если я дотрагиваюсь то соответственно видите тут сколько сантиметров они где-то сантиметров 5-6 оно еще светится вот эти вот неонки они самые оптимальные это китайские из Китая диаметром 6 миллиметров у меня есть и 5 миллиметров и 4 миллиметра вот эти вообще мелкие 4 миллиметра они тоже все светятся конечно прямо в пакетике то есть я даже их не трогаю просто достаточно моей емкости я вот через полиэтилен достаточно емкости чтобы они горели но опять же это все связано с хорошим излучением если у вас катушки слабенькие генератор слабый и вообще все слабое то на неонках вы мало что увидите вот как пример есть НТХ 90 у нас прямо полыхает видно ТЛ3 зелененькое оно все светится ну еще куча всякого есть не буду демонстрировать да еще светодиодные вот это вот здесь тоже на тонком проводе два светодиодика это уже пример как реализовывать как их делать вот тут у меня есть варианты коробочек всяких это как я уже показывал когда-то и вот сейчас еще раз показываю вот это монтажная коробка радиокоробка или телефонная ну главное то что она невысокая и удобная прямо можно а так как здесь крышка такая вот как бы прозрачная для света то как раз очень оптимально и вот оно держит вот пожалуйста тоже вот где-то и смотреть если прямо на катушку тут где-то сантиметров 15 она дает хотя вот эти вот индикаторы как я уже показывал они на полметра могут показывать но это опять же на моих катушках вот такие коробочки хорошие тоже это тоже все монтажные коробки квадратные круглые без разницы можно вот как эти бескорпусные просто я вам показываю варианты вот но у меня есть интересный вариант который в общем-то я не знаю применяет то не применяет я по крайней мере нигде ни у кого не видел вот простейший пример вот эти светодиоды работают только от статики то есть от радиоизлучения они не работают то есть какая емкость и всего-навсего вот этот вот кусочек провода опять же два светодиода встречно и вот пожалуйста причем светятся они очень хорошо вот 10 сантиметров где-то да не видно вот показываю ну в общем где-то 10 сантиметров они еще горят видно вот вот еще-то горят чуть-чуть слабо очень и они ловят именно статику то есть на радиоизлучение естественно такая вот антенка тут надо гигагерц чтобы она хоть как-то пыталась ловить но здесь естественно никаких гигагерц нету я мог бы вам показать на анализаторе у меня есть разные анализаторы как и осилограф так и специальные радиоизлучения там особенно гармоники они там настолько минимальные что ими можно пренебрегать вот вот это все идет в данный момент вот оно так как здесь излучатели идут провода вот оно уже так сказать их ловит вот пожалуйста то есть трогать не надо ничего не надо просто индикатор светится вот другой вариант это хорош тем что он ну как хорош просто вариант у него тоже высокая достаточно чувствительность и здесь я связал опять же 4 по 2 последовательно соединенных и здесь просто замкнутое кольцо короткозамкнутое то есть для статики это идеально то что надо а для любого радиоизлучения даже если себе пофантазировать что здесь что-то может в этом контуре навестись но оно замкнутое оно навестись ничего не может здесь может быть только статика и вот такие индикаторы вполне годятся для того чтобы именно ловить статическое электричество но динамическое естественно то что излучается вот этими катушками ну и самый интересный опять же моей собственной разработки уже на основе этого всего это как бы попроще но это очень чувствительный он и работает вот буквально вот видите светится 20 сантиметров где-то он все равно светится так пробуем так вот больше 20 сантиметров не знаю видно или нет на камеру но он еще светится сейчас а тут расстояние больше 20 сантиметров здесь абсолютно то же самое типа как вот этот вариант только здесь спираль не замкнутая спираль здесь вот конец один и спираль конец второй ну еще для большей фитности чтобы я так сказать свое тело давал как емкость дополнительно вот потому что вот можем посмотреть вот я даю больше меньше вот сейчас касаюсь опять же я не напрямую к проводу касаясь а через изоляцию но тем не менее этой емкости хватает чтобы повысить чувствительность и вот при помощи ну прямо это все в трубку вложил потому что так удобнее пользоваться вот как магической палочке и вот видите вот так места мало а хочется поближе к объективу видите довольно ярко светится а на каком расстоянии я нахожусь но правда это все касается излучателей здесь мощность просто мощность очень большая эти излучатели бьют на несколько метров чувствуется статика на этих тоже конечно на катушках вот это будет видно но не так сильно вот варианты которые идеально подходят именно для проверки статики то есть на самом деле потому что если у вас совсем левая какая-то катушка и сделана совсем левым проводом не по технологии как я вам показывал раньше я потом еще покажу усовершенствование технологии это всего как-то все не доберусь для того чтобы вам видео сделать я покажу как левая как правая ну вот у меня тут есть куча катушек естественно которые я пробовал и на витой паре и на таком проводе и на таком проводе каких только не пробовал конечно на левом проводе который даже не витая пара вообще неизвестно что там естественно никакой статики не будет там будет только радиоизлучение и толку от такого лечения конечно не будет только даже ну даже вред потому что радиоизлучение будет присутствовать будете повышать мощность генератора потому что нету никакого толку и соответственно а повысили мощность генератора соответственно пошло излучение что очень нехорошо и показываем третий тип который вы обычно применяется для исследований. Но тоже вот он... Я вам показывал уже в презентации вот эти излучатели на более толстых лампах. Ну вот сейчас вот себе достал такие лампочки. И вот смотрим, видите, какой вот они... Тоже довольно приличное расстояние. И вот смотрим, как тут он слабо горит и как тут же мощно загорается. То же самое и вот эти вот. Поменьше. Еще меньше. Вот все эти индикаторы можно использовать и именно вот эти вот именно показывают статику. Они именно зажигаются от статического электричества. Ну и тут для исследований хорошо нюансы посмотрят на них. потому что здесь вот не знаю, видно или не видно опять волны бегают. Возникают и стоячие волны, и такие, и туда, и сюда. И все это можно по ним ориентироваться. Так, ладно, время идет. Не будем затягивать. Вот типы индикаторов. Значит, где светодиоды? Какие светодиоды применяют? Конечно, я говорю, можно натыкать всяких, набрать светодиодов, как бы вот барахла, с аппаратуры бушной, которая сейчас везде и всюду выкидывается. Но вот эти все индикаторные светодиоды, они очень плохо показывают, очень неформативно. И они имеют недостаток, они загораются только при определенном токе. И все. А вот эти вот, бескорпусные, которые применяются обычно в лампах, вот всех этих разные лампочки берем. Есть вот эти 50-50, есть 28-30, но я бы рекомендовал именно 57-30. Вот в таких типах. И вот то, что я применяю, вот эта вот лента бескорпусными светодиодами, 100 штук, стоит 1,5-2 бакса. Очень дешевая. Ну, если все-таки и это сложно для вас, вот, пожалуйста, можете любые лампочки разобрать, там найдете вот эти все, ну, правда, аккуратно их спаиваем, выпаивать надо, так как они обычно на металлической подложке, просто греются с этой стороны, нагреваются. достаточно, ну, конечно, не перекалить, а так оптимально снизу их поджарить. И, как только увидите, что начинает припой уже отрываться, то их просто слизываете отсюда, и все. и дальше уже можете паять самостоятельно, вот по парам, как я говорил, встречно, обязательно надо светодиоды встречно соединять, потому что, если оставлять только один светодиод, он, так как статика здесь очень огромная, здесь же несколько тысяч вольт, может быть, они просто могут обратным током пробиться. А горят они, бывает хорошо. Так, вот, теперь я пока убираю этот. К сожалению, я опять затянул уже на полчаса. Вот вам я уже показывал в этой презентации, ну, например, сделал сейчас ножку такую, у меня сейчас все на ножках, можно вставлять, вытаскивать, менять. Но уже тоже не буду сейчас показывать, потому что времени мало. Значит, подключаю пока когда эту катушку и покажу на этой. так, хотел показать на этом сравнительное. Вот тут в этом излучателе стоит точно такая же трифлярная катушка. Вот, на ней бы показать, но уже нету, где мне не пишу. Вот, покажу вам на этой плоской. вот здесь на этой плоской 007 МГТФ видите, тут отросточек такой, это я потом расскажу когда-нибудь, для чего это надо. И вот, пожалуйста, вам вот индикаторы. Видите, какая яркость свечения. То есть, фактически, они уже светят в полный нокаут. Вот те же самые индикаторы такие же. И как видите, я тут могу их накидывать сколько угодно. Вот эти, вот эти. И все светится ярким пламенем. Я могу еще сюда кучу набросать и все это будет светиться. Хотя, я уже как говорил, вот я применяю вот этот генератор, он умочненный, но 1,4 где-то 1,3 вольта. Пик-пик, как мы говорим. То есть, амплитудного значения, который здесь выходит с генератора, если здесь поставить резистор на 1 Ом и замерить сценографом, пик-пик будет 1,5 вольта. Ну, 1,3 1,4 точнее. Тем не менее, ну, то есть, это где-то чуть больше вата, тем не менее, тут видите, значительно больше вата. Ну, это так. дамек альтернативщикам. Я вам ничего не говорю. И вот, пожалуйста, вам сейчас как индикаторы могут светиться, но они, видите, совсем близко нужно. То есть, можно понять, что здесь статика идет. лучше всего, конечно, вот на этом отростке. Опять же, вот, на светодиодах. Тоже надо искать место. самый простенький. Тоже определяем. И вот этот. вот эти все индикаторы будут работать, действовать. Вот можем на него на казар-разрядных посмотреть. я специально убрал отсюда металлические вот эти окантовки, чтобы они не мешали. Потому что они очень сильно влияют в любое железо, которое сюда подносишь. оно естественно будет забивать частоту. Поэтому желательно вот эти все индикаторы все-таки не подносить вплотную. Во-первых, мощность очень, вот видите, слишком сможете светодиоды попалить. и оно естественно тоже влияет на резонанс. Такое поле, вот такое, даже стенки блохом можно увидеть. Вот такие индикаторы. Так что я уложился полчаса. Можно было еще на этих и на этих показать. Но уже не будем. Я думаю вам так достаточно. Так что на сегодня все. Попробуйте такие вот индикаторы применять, использовать. Можете задать вопросы естественно. Я могу там где-то уже вам ответить. Все-таки какие-то уточнения может вам что-то непонятно здесь. Вот. Ну а следующее у меня опять самое ближайшее время я уже наконец сделаю заявление. У меня очень сейчас собран богатый материал по поводу этих новейших излучателей. Еще я нашел очень интересное проявление этих вихревых излучателей. Мало того, что одна сенсация будет еще одна сенсация. Но немножко потерпите. Мне надо подтвердить полностью все мои мысли и направления. Чтобы я был полностью гарантирован то, что я вам говорил и то, что у меня получилось, чтобы это все подтвердилось на 100%. Все. До свидания. не забываем, что здоровье это самое главное. Поэтому забудьте о здоровье и занимайтесь катушками, которые вообще-то не катушки. ходить. Спасибо.